Юльк, как у тебя такие ботинки белыми остаются? Ты заценила красоту моих волоснежных ботинок? Я не дан совсем купила, у меня уже все в пятнах. А мне уже три года, видишь, каких беленьких? Пойдем покажу, что надо делать, чтобы все было беленькое и красивенькое. Ха-ха, так вот почему у нее сапоги-то белые. Она потому что в них пару раз прошла, а потом пошла и переобулась в черные. Вот так вот сохраняем белый сапог. Одеваем черный и работаем на работе в черных сапогах. Да, а потом на камеру два раза туда-сюда прошла в белых. Отлично. Вот, вот такое мыло, оно продается в фикс-прайсе, стоит что-то недорого. Вот это оно для надбеливания сапог. То есть, короче, берете, я покажу, они им, конечно, белые, облили. Сапог, какую-нибудь тряпочку такую намочили. Вот, у меня это же мыло. Натерли и взяли ботинки или кроссовки, где надо по краям иногда отбелить подошву. Намазали вот так вот этим ботинкам три года. Они ходят и понюхуют, и тренируют, и это. И поэтому они вот единственное, подпадали, типа, отбеливались. А подошва что такая небелая? Ну, подошва уже, я ее особо тоже не отбеливаю. Зачем? Главное, что края. Все, на минуту поставили. Поставили, значит, оно постояло минуту. И через минутку обливаем. Если надо, повторяем. В итоге вы будете получать беленькие. Вот такие сейчас я вам покажу. Вот такие беленькие. Вот. С кроссовками я поступаю так же. Вот кроссовки. Тоже сто лет кроссовкам. Конюшины на тренировки ходить осенние. Все отбеливается. Вот так. Вот, в принципе, секрет белых ботинок. Субтитры сделал DimaTorzok